Украина, оказавшаяся на грани дефолта из-за беспорядков, теряет крупных инвест-партнеров. Российские компании, в частности Сбербанк и другие финансовые институты, в 10-дневный срок намерены провести все расчеты и вывести капиталы из Украины. Вслед за Россией свой бизнес прекращают и казахстанские инвесторы. СК Евразия, занимающаяся страховым бизнесом в 130 странах мира, не намерена оплачивать риски в связи с внутриэкономической ситуацией, сложившейся в Украине. Мы на самом деле закрываем свою деятельность временно, мы посмотрим на обстановку в дальнейшем. Если там все нормализуется, то и мы вернемся. По ранее заключенным контрактам, по которым мы уже подписали, мы по ним продолжим исполнять свои обязательства в полном объеме. Более того, остановить вывод капиталов из страны, руководство которой заявляет об отсутствии денег в казне, вряд ли возможно. Причем крупные игроки на бизнес-рынке больше полагаются на международные рейтинги. Еще 7 февраля агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины до уровня критического, причем с отрицательными прогнозами. Сворачивание деятельности в Украине – это наша автоматическая программа по риск-менеджменту. Все это мы сделали на примере Ближнего Востока, когда там началась арабская весна. Там у нас были материальные проблемы из-за этого. Поэтому тогда мы прекратили свою деятельность. На этот раз мы в Украине опередили события. Сейчас и казахстанским перевозчикам советуют не ездить транзитом через Украину. На дорогах возможны факты мародерства. В свою очередь эксперты уверены, что казахстанские инвесторы перенаправят свой бизнес в соседние страны – Россию и Белоруссию – на некоторое время. Ситуация изменится не скоро. Я думаю, лет через семь, после того, как мы вступим в ВТО, и когда наши тарифы таможенного союза придут в соответствии с тарифами ВТО, вот тогда будет гораздо легче нам уже работать и в Украине. В настоящее время важный вопрос для крупных отечественных компаний, работающих в Украине – это возврат инвестиций. Эксперты говорят, что недвижимость продать не удастся, а вот активы перевезти возможно при соблюдении определенных моментов. Нужна поддержка тех материнских компаний, которые базируются вот здесь, в Казахстане. Вот они должны помочь рассчитаться с долгами перед украинцами в нашем компании там, в Украине, и потом уже все, что как бы останется, аккуратно вытащить в Казахстан. Из-за событий в Украине несколько заводов России и Казахстана терпят огромные убытки. К примеру, Петропавловский завод «Изолит» в месяц отгружал несколько миллионов тенге продукции. Сейчас заказов практически нет. Чтобы спасти предприятия от банкротства, идут активные поиски рынков сбыта. Что касается внутреннего рынка Казахстана, то экономисты заверяют – беспорядки в Украине никак не отразятся на нем. Наша республика достаточно обеспечена продуктами питания и другими товарами народного потребления. Продолжение следует...